Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Прием КФУ-2016». Меня зовут Адилья Валеева. Сегодня у нас в гостях директор Высшей школы журналистики и медиакоммуникаций Толчинский Леонид Григорьевич. Здравствуйте! Здравствуйте! Мы знаем, что Высшая школа журналистики и медиакоммуникаций появилась совсем недавно. Расскажите о ее преимуществах и вообще, что изменилось после переименования? Насчет того, что изменилось, можно говорить только в будущем времени. То есть будет меняться кардинально и существенно по всем практически направлениям деятельности, так или иначе связанным с образовательным, с научно-исследовательским, с практикоориентированным процессом. Мы надеемся, что через год-полтора всю систему образования и подготовки специалистов на медиарынке, которые впоследствии будут востребованы медиарынком, будет просто в хорошем смысле не узнать. А принципиальная важность этого заключается в том, что впервые собрано под одной шапкой, под одной организационной крышей, что называется, все, что связано так или иначе с подготовкой специалистов для медиасреды. Мы знаем, что это самая динамично развивающаяся и самая активно влияющая сегодня на все социально-экономические и политические процессы система. И поэтому то, какие люди, какого уровня и какого качества туда будут идти работать, зависит в целом лицо и социально-экономическое, и политическое, и страны, и республики, и регионы в целом. Какие новые направления подготовки планируется создать в следующем году? Помимо традиционных, которые уже известны, это телевидение. Мы начинаем набирать группу специально для подготовки специалистов в области телевидения, учитывая, что телевидение становится давно уже самодостаточной, мощной, активной силой влияния на общественное сознание, на общество. Но появляются новые формы и типы носителей видеоконтента, новые технологии производства, воспроизводства, распространения этого видеоконтента. Требования к нему очень растут. В интернете он начинает самодавлеть уже. И в этом смысле требуется очень целевая, очень предметная подготовка людей, которые выходят на видео, что называется, контакт с широкими слоями населения. И вот специалисты в области телевидения, они, конечно, будут востребованы, конечно, с учетом того, что все образование будет максимально практикоориентированным. Второе направление, вот здесь мы как бы сужаем сферу подготовки специалиста. А другое направление, несколько можно сказать обратное, это специалисты в области медиакоммуникаций. То есть как раз те более универсальные, более востребованные через несколько лет, это будет просто незаменимый набор специалистов на рынке, которые в равной степени будут владеть широким инструментарием воздействия на общество посредством и пиар-технологий, и рекламных технологий, и профессиональных журналистских навыков, и иных компетенций, которые вот входят в понятие медиакоммуникации. Это, что называется, уже взгляд вперед, подготовка специалистов будущего. Сегодня их готовит только одна единственная высшая школа страны, это высшая школа экономики. И то, насколько мы знаем, они тоже находятся в фазе такой экспериментальной. И в этом смысле у нас есть шанс стать, ну, вот таким серьезным центром подготовки людей. Возможно, даже они называться будут немножко по-другому уже к моменту востребованности на рынке. Но то, что вот порог этот подходит, когда они будут очень нужны, очень востребованы, это очень перспективное тоже направление и очень значимое, ожидаемое на рынке. Что касается изменений, база высшей школы журналистики и медиакоммуникаций будет дальше развиваться? Конечно. И вот я уже сказал, что первый шаг к этому сделан. То есть здание, собственно, будет использовано для исключительно подготовки журналистов и специалистов в области медиакоммуникаций. Соответственно, здесь потребуется создание и соответствующей технической базы. Ее надо серьезно наращивать, ее надо осовременивать, ее надо сделать с опережением на шаг вперед. То есть мы должны учить студентов. И, кстати, мы еще будем говорить и должны вести речь о центре переподготовки, повышении квалификации тех, кто работает сегодня в медиасреде, чтобы они тоже не отставали от жизни, периодически могли поглощаться в очень современные технологии, в очень современные механизмы этой деятельности. С учетом, вот я уже начал говорить, технические возможности должны сюда поставляться и, соответственно, эксплуатироваться студентами, преподавателями с учетом того, что завтра на рынке будет. Не то, что сегодня вот так, и мы этому учим. Мы должны на шаг вперед смотреть, потому что мы уже видим, как работают самые передовые телекомпании мира. Мы уже видим, как работают и выживают самые передовые газеты мира. Мы видим, понимаем, как развивается интернет сегодня и как он сегментируется. Мы понимаем, что сегодня происходит и какие реальные проблемы стоят в социальных медиа, так называемых. И всему этому должна соответствовать и техническая база, материальная база, аудиторная база. Всему этому должны соответствовать и программные решения, которые должны в высшей школе концентрироваться. И самому этому должны способствовать приглашаемые не только те, кто здесь, профессорский преподавательский состав, но и приглашаемые для мастер-классов, для специализированных курсов специалисты как из Татарстана, из Приволжского федерального округа, так и из России, из Российской Федерации. И мы вполне не исключаем, что и ведущие зарубежные специалисты, потому что сегодня, когда мы говорим о глобализации информационного пространства, и учить и совершенствовать свои знания без подключения тех людей, кто на этом глобальном рынке состоялся и работает, было бы неправильно. Поэтому и в этом смысле тоже должно идти превращение. Спасибо за интервью, Леонид Григорьевич. Желаем вам талантливых и успешных журналистов. Спасибо. Я в свою очередь хочу сказать, что не только журналистов, потому что те, кто придет учиться в высшую школу журналистики и медиакоммуникации, в перспективе, в нашем понимании, могут стать и станут очень универсальными, в очень востребованном сегменте специалистами-профессионалами. Поэтому и обучающиеся по новым совершенно подходам и технологиям и практикам, я думаю, они ни на секунду не пожалеют и вообще будут восторгаться, им будут завидовать многие из тех, кто на гуманитарные направления отправятся учиться, что им все-таки повезло попасть в высшую школу журналистики и медиакоммуникации. На этом наша программа подошла к концу. До скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин